Новый выпуск инфоплатформы в центре объектива о столицах Армении. Согласно подсчетам историков, у Великой Армении было 12 столиц, не включая столиц Цопка. В роли столицы Еревану предшествовали следующие города Великой Армении. Ван расположен на берегу озера Ван, известен также как Тоспа-Тушпа. Он является одним из древнейших городов мира, раскопками которого занимались многие известные археологи. Согласно истории, царь Сардурий А, правящий с 840 по 825 год до н.э., перенес сюда царский двор и построил храм Богу Солнца Щивини. Армавир. Расположен поблизости села Гайкован Армавирской области. В клинописной табличке основоположника Еревана, царя Аргишти I, упоминается основание в этой местности и города Аргишти Хинили. Династия Ервандуни на этом месте основала город Армавир. Здесь находился известный лес Сосиац-Антар. В 331 году до н.э. Армавир был провозглашен столицей Ервандуни. Ервандашат. Царь Ервант 4 в 2020 году до н.э. основал город в Араратской области и провинции Ерасхадзор на месте слияния рек Ахурян и Аракс. Арташат. Иностранные историки свидетельствуют о том, что место новой столицы было выбрано полководцем Карфагена Ганнибалом. И поэтому более вероятным считается, что город был основан в 189 году до н.э. Во время правления Тиграна Великого Арташат оказался вдали от центра огромного государства. Тигран Акерт. Для правления огромной державы царь Тигран Великий в качестве престольного города выбрал Антиох. Отказавшись от Арташата, оказавшегося на окраине страны, царь хотел видеть столицу Великой Армении именно на армянской земле. В Агаршапат. В данной местности существовали поселения еще в каменном веке. А в 4 веке до н.э. зять Ерванда Савакянца Варткес основал здесь селение Варткесаван, который во время правления Тиграна Великого превратился в небольшой город. Столица Двин был крупнейшим городом своего времени, расположен недалеко от города Арташат, известен под названиями на армянском Дуин, Двин, на арабском Дабиль, а Дабин на греческом Дуви. Даже Араратская долина и река Аракс иногда упоминаются под именем Двин. Багаран. На правом берегу реки Ахурян в области Аршаруник находится город Багаран, который царь Ашот Багратуни превратил в столицу армянского государства, вернувшего независимость в результате многолетней борьбы в 885 году. Город был основан вместе с Ервандашатом, последним представителем династии, Ервандом IV. Ширакован. Коронация царя Самбата Багратуни, правящего с 1890 по 1914 год, состоялась в 892 году в Шираковане. Около 40 лет в течение правления Самбата I и его сына Ашота II Ерката столицей Армении был Ширакован. Карс. Первые упоминания о Карсе относятся к IX веку, хотя был основан раньше и с давних времен служил столичным городом Нахарарского дома Ванант. В 1053 году армия Тогрулбека завоевала Карс, хотя Карскому царству удалось еще некоторое время сохранять независимость, однако он переходил из рук в руки. И столица Ани. История Ани засвидетельствована не только сохраненными культурными ценностями, но и рукописями. До нас дошли также предания и сказания о городе. В начале X века Ани был уже известным центром торговли, достойным стать столицей. В дальнейшем даже при упоминании в армянского царства Багратуни страну называли Аниским царством. Ну что ж, друзья, изучайте историю Армении, постарайтесь больше уделять внимание литературе истории Ани с клоком и дрязгом, которых много в интернете. Старайтесь знать о Армении больше, чем вы знаете. Это был вечерний выпуск инфоплатформы в центре объектива, автор Роман Магдасарян.